Здравствуйте, друзья! С вами Вин Кондишн, и сегодня мы решили погрузиться в пучину компенсив магии. Нам удалось добыть в нашу студию двух участников Гран-при Варшава. Это Щётка и Арна. Я думаю, все их прекрасно знают. А также нам сегодня будет помогать разобраться, куда всё-таки идёт компенсив магии Ильдар, всем известный под кодовым именем Ильдарадио. Ну, неправильно было сказать, что у нас Щётка и Арна, всё-таки Щётка и Пюльза, наверное, будет правильно. А Арна наш знакомый из Финляндии. Пюльза – это фамилия. Я отлично путаю, а он меня не поправляет и смеётся надо мной, издевается. Ай-яй-яй. Правильно. Ну, вот, собственно, здесь в московской студии у нас Женя Щётка. А в финской студии у нас... А в финской студии у нас, да, Арна на прямой связи с нами. Собственно, ребят, что, прошло Гран-при Варшава. Оно прошло сразу же после про-тура. Буквально одна неделя отделила эти события. Я не знаю, за последнее время то, что я видел, очень всем понравилось изменение визардов о том, чтобы про-тур проходил не через три недели после выхода Новоседа, а через шесть недель. Соответственно, больше времени было что-то наиграть, наработать, возможно, что-то придумать. Последние бешеные какие-то гифты, они уже совсем не похожи на первые. Там он показывает про-тур с рефорбишем и первая версия с вратами. Две совершенно уже, ну, как бы, разные механики поднятия гифта. Энергия, опять-таки, преобразилась с Тимур уже в какие-то четырехцветные, без красного, трехцветные и прочие варианты. И, собственно, через неделю после про-тура состоялась Гран-при Варшава. На Гран-при Варшава произошло замечательное событие для российской магии, с чем я вас всех поздравляю. Вот, Саша Привалов, наш чемпион 2006 года. Восьмого. Какого? Значит, Гран-при Варшава произошло очень замечательное событие для российской магии. Саша Привалов, чемпион 2008 года. Чемпион России 2008 года. У нас националы были старые. Ох, какие хорошие. Вот, собственно, Саша там молодец, я до сих пор не могу забыть, как он в 2008 году пришел в костюме Джокера в первый день. И во второй день уже в портфельчике с очечками. Тогда все ходили немножечко под впечатлением от фильма «Темный рыцарь». Ну, Джокер был у всех в головах, скажем так. Очень хорошо его сыграли. Значит, попал в топ-8 Гран-при Варшава. При этом швейцарку он отыграл просто замечательно. Шел первый день 9-0, второй день дошел до 12-0. Затем проигрыш, затем победа, затем ничья. Ну, то есть, достаточно хорошее, оптимальное такое попадание в топ-8. С чем его, собственно, и поздравляем. В топ-8 уже карточка не зашла. Карта. И он проиграл сразу же в топ-8. Но это результат. Это результат очень хороший. Он тем самым попал в топ-8, отобрался на, значит, про-тур. Ближайший, по-моему, да? Который был? Да. Вот. И, собственно, Саша молодец. Вот. А теперь непосредственно Гран-при Варшава. Арн, расскажи, пожалуйста, что думаешь, как, собственно, прошло. Про сайт можешь что-нибудь рассказать до того, как мы начнем. Вот прям какие детальные анализы. Что там было? Что там было? Про сайт. Я отыграл только два триала в пятницу перед главным ивентом. И было просто до жути самые разные энергии. Что, собственно, никого не удивило. Но меня удивило их количество. И то, что насколько сборки различались. И сколько было именно четырехцветной вариаций. И то, что Гонти в пятницу был как бы горячим пирожком. В плане того, чтобы достать вот эту карту. И многие брали не просто листы из топ-8 про тура. А даже уходили очень сильно в черной. То есть за сайфонером, который дровывается второй дроп. За Гонти и за всем остальным. То, что привычно нашему глазу. Вот. И я понял, что мне придется пересобрать колоду. Я тогда был в солнцах. И я сделал гибрид с циклингом. Чтобы противостоять более-менее этим энергиям. Которых я, к сожалению, в первый день Гран-при не настолько сильно увидел. Вот. Дальше мы видим подборку. Собственно, это метагейм топ-8 и топ-16. Всех трех стандартов Гран-при. Которые прошли вот прошедшие выходные до Варшавы, Шанхая и Атланта. Соответственно, в Польше, в Китае и в Штатах. Вот. Слева мы видим колонки топ-8. И рядом с ними топ-32 или топ-16. И это разбивка архетипов. Энергии было много. Дальше в количественном отношении это, скорее всего, монорет. Но, на самом деле, метагейм не настолько узок. Дело в том, что просто все привыкли играть энергии. И очень удобно было собирать эти колоды. То есть количество тимуров и 4C энергии не обосновано только с точки зрения играбельности и способности колоды. Тут еще много разных других факторов. В том числе доступность и опыт на игранности колоды. И просто, так скажем, мейнстримовое влияние. Нежели, что колода действительно самая лучшая в метагейме, в формате. Плюс колода просто очень стабильная. И многие, мне кажется, просто не хотели рисковать. Слушай, скажи, пожалуйста, такой момент тогда. Вот этот повышенный интерес к различным энергиям. С черным, без черного. Больше черного, меньше. Мне, в принципе, самому нравится чистая тьму. Энергия такая достаточно стабильная. Она связана, ну, в основном с чем? То, что ее, ну, как бы, она действительно может обыграть все поле. То есть, да, у нее нету, там, плохих матчей. Особо нету плохих матчей. То есть она может перевесить Монорет. Неплохо показывает результаты в Мироре против черного цвета. Неплохо играет с Солнцем. Неплохо играет с Гифтом тем же самым. Или там какие-то другие побочные факторы влияют на такое количество. Например, там, дешевизна сбора. Или, может быть, карточки, которые народу там полюбились. Я бы не сказал, что это сильно дешевая колода. Это просто многим не хотелось сильно запариваться, напрягаться. И они просто брали то, что проверено временем, проверено практикой, турнирами, результатами и всем прочим. Кто-то все-таки принес с собой что-то интересное. Допустим, УВ-такены, которые ближе даже к гифтам, без гифтов. Но, тем не менее, они очень сильно отличались от БВ-абзан билдов. Тем, что у них была даже контр-магия в том числе. То есть инновации были. Просто мне кажется, даже учитывая данные из онлайна, из Мадоа, люди немножко все-таки ленятся и не хотят тестить. Прямими буквами в интервью, вот в небольших описаниях, в топ-8 профилей на гран-при в эти выходные, люди писали, что у меня не было времени тестить. Вот мне выдали эту колоду, или вот этой колодой я раньше играл. И так далее. То есть далеко не у всех, кто показал хорошие результаты в прошедшие выходные, то есть попал в деньги на одном из этих трех гран-при, у них было время для того, чтобы толком протестировать метагейм, протестировать колоды. Многие просто исходили из того, что доступно, из опыта и так далее. Или факторы, которые не связаны с именно позициями в метагейме. А вот скажи, пожалуйста, на такой момент. Тебе ничего не напоминает эта ситуация после про-тура бунта, когда у нас еще был в Москве регионал, я помню. Ну, про-тур Каладеш там выиграл УВР, по-моему, да, контроль. Они играли против УВБ, не, не Эсперт, там был УВР контроль против Гриксис контроля. И после этого, собственно, на бунте внезапный просто подъем машинок, и люди тоже как-то, вот похоже, ты говоришь, не хотели заморачиваться, собирали себе машинки, говорили, что эта колода очень классная, там, ну, как бы особо не предполагает, там, каких-то, ну, сложных решений. Если помнишь, что-то в метагейме, там, ну, засилие машины как-то у меня. Это сейчас. Женя хочет что-то возразить. Да, Женя, Женя смотрит у тебя такими просто глазами. Женя наиграл, в отличие от меня, машинками хоть больше одного матча, я не играл ноль, я наиграл ноль машинками. А что там предполагает, раздумываешься, или нет? Достаточно. Достаточно чего? Раздумываю. То есть ты сидишь и думаешь? Все, больше ты ничего не делаешь. Да что-то чувствую? Ну, что я хочу сказать. Тогда в финале про Туру встретились, когда сломал и шот ее ссока, и я точно скажу, что они будут лучше меня этими колодами управлять, ими играть, и мне кажется, хоть это обобщение будет, многие игроки, которые в магии относительно недавно, они лучше выберут морду машинки, чем они выберут Гриксис или Джискай Контроль. Мне кажется, это все-таки больше прерогатива людей, которые играли достаточно долго, играли больше одного формата. Не, вопрос у меня... Ну, я тебя понял, да, это хорошая мысль. Вопрос был насчет того, не напоминает ли тебе эта ситуация с Тимур Энергиями сейчас, с машинками после про Тура Бунта? Немного, немного, ну, не сильно. Я просто помню тот самый регионал, тот самый Ласт Ченс, когда Артур Топеха просто выиграл Ласт Ченс, ни разу не проиграв машинками за весь день, и на следующий день реактивировался на регионал, и на регионале попал в ТОП-4, и тем самым выиграл себе поездку на про Туру. У него был тех, у него был тех. То есть тут сумма факторов. Во-первых, у него был не стоковый, не самый, так скажем, обычный деклист. У него был этот Билл Ту Ласт, то есть у него был тех колотик, который позволял обыгрывать мидрэнджи контроли, по сути. То есть прокачка, которая давала индестрактабл машинкам, за одну белую. И это, мне кажется, во многом сыграло свою роль. Во-вторых, это очень, я считаю, неплохой игрок. Плюс, как это сказать, даже если у отдельно взятой колоды позитивный матчап против машинок, если машинки разложатся по кривой мане, в нужном порядке, очень сложно за ними угнаться, банально. То есть тут множество факторов, на самом деле, сыграло. Хороший пилот, хорошо заточенная сборка и колоды, которые не прощают несглаженных раздач. Я понял. Слушай, ну давай, может быть, поближе посмотрим. Дело в том, что в эти выходные прошло, я так понял, не одно, а целых три Грампри. Давай попробуем посравнивать Митагей в разных частях света. Собственно, что нам дала Варшава, что нам дал Шанхай, что нам дала Атланта. Давай выборку просто твою. Топ-8, топ-16. Что, в общем, чем это сильно отличалось друг от друга? Из интересностей отмечу немножко медленную сборку Монореда под пилотирным Бена Старка Hall of Fame магии, то есть зал славы три, а не, четыре, топ-8 протуров за плечами Бена Старка. То есть это более медленная сборка Монореда, где больше завязок на пустынях, где больше возможностей играть в более длинную игру и обыгрывать классическую четырехцветную энергию. Вот. Что еще интересного? Ну, естественно, победитель Гран-при Атланта Эспер Солнца. Очень примечательная сборка, помимо того, что он посплешился на черной ради Пушей и Сайда, она просто интересна тем, что там ты смотришь на деклист и понимаешь, что все количество и все решения в сборке оправданы и адекватны. То есть у тебя нет сомнений, почему вот эта карта, почему вот их столько в мейн-деке, в главной, в колоде, в дополнительной и так далее. Интересно еще Гриксис из топ-32 в Атланте. Насколько помню, это был даже не mid-range. А, нет, да, это был mid-range. Это не то, что был контроль, то есть там было понабешено всякого разного. В то же время в Шанхае в топ-8 залезли Гриксис-топтеры, то есть что-то наподобие колоды, который, если мне не изменяет память, Крейг Веска, о которой он писал на тысячи плееры и который неплохо играл в онлайне. Вот. В Штатах было, я так понял, больше солнца, больше всяких интересностей, а вот если посмотреть на Шанхай, то тут было все более однобоко и более ожидаемо, а тем не менее были какие-то забавности, в том числе два G-Sky солнца в топ-16, что для меня кажется каким-то чудом просто, потому что G-Sky версия Гильяма Матиньона с 108 про Тора мне кажется чем-то вот ряды зоны выходящим, потому что я не понимаю, как этим можно играть и как этим можно выигрывать, то есть там просто все планеты должны выстроиться в правильном порядке, чтобы эта колода играла так, как она хочет. А в Варшаве помимо чудо и отличного результата привалов мне понравилось вот соответственно ОГЭ Паммлер, то есть это все равно, что играть чем-то вроде инфекта в стиле модерна или легаси, но в стандарте. Вот, мы даже, я думаю, откроем отдельно спустя какое-то время этот деклист, вот, а так, в общем-то, в остальном все более-менее ожидаемо и предсказуемо, что количество архетипов менялось от Гран-при Гран-при. Расскажи, пожалуйста, насчет Тимура энергии, конкретно там в поле, ну, в Ряце я имею Тимура энергии, конкретно там в поле в Варшаве, ну, общее количество энергии, которые ты видел, ну, приблизительно в процентах, можешь сказать, сколько там, 10, 20, 50, 100? Я играл с малым количеством, я их увидел просто огромную тучу в пятницу на триалах, вот, и большинство это было, соответственно, четырехсветной сборки, классическим Тимуром играло меньше людей, причины этого я, наверное, растолкую со следующим графиком, когда мы будем смотреть взаимосвязи архетипов, я буду говорить, почему и чем хороша трехцветная сборка и четырехцветная. Я понял, тогда немножко перед аналитикой такой серьезной, давай, может быть, вопрос еще тоже Жене, и вместе с Женей, как бы, вот я предварительно с ним разговаривал насчет гран-при Варшавы, в принципе, есть проблемы с организацией у такого, ну, огромных, скажем так, турниров, вот что ты расскажешь про сайт может быть нашим игрокам, как проходил ивент, организация от судей, все ли было ну, как бы красиво, прям вот так карахмально, или все-таки были какие-то моменты, и в случае, если наши игроки когда-нибудь попадут на гран-при, на что нужно обращать внимание, на чем можно время экономить, грубо говоря, на чем время экономить не нужно, ну, такие, так сказать, полезные советы немножечко. Из полезных советов обращать внимание, что есть онлайн-парринги, то есть можно смотреть свои парринги на мейн-эвенте для главного события в онлайн, и для этого необязательно использовать роуминг, для этого необязательно пытаться лихорадочно искать Wi-Fi или то небольшое количество трафика, которое вы там взяли по отдельной сим-карте на больших ивентах от больших организаторов, вы можете ожидать, что вот именно сайт с онлайн-паррингами будет на бесплатном открытом Wi-Fi, что я на самом деле пропустил мимо ушей, но для меня это меньше играло роль ввиду того, что ввиду моей географии. Я понял, а что конкретно по организации, скажем так, судейства, возможно, какие-то дополнительные плюшки для игроков. Женя сказал, что в принципе, ну, рассказал мне немножко ситуацию с коврами, игрокам вот не очень понравилось, а так вот осталось без компенсации за кадром. Вот, может, что-то более подробное можно рассказать? Мне ковер не был важен, это было, конечно, неприятно, а еще отмечу, связанное с этим нонсенс, с этим нонсенс, то, что люди с боями, им приходилось стоять в огромной очереди за всеми плюшками, за ручкой, блокнотом, промокарты, ковром и так далее, то есть это лучше проводить в порядке, что вот даже люди с боями просто садятся за стол как увидели паринги для своего раунда и там уже им всем раздают все, что им положено. Вот, это где-то лучше так, да. Что еще? Турнант центр, конечно, уйдет, на смену всем придет Channel Fireball, для меня это из европейских наверное один из самых лучших организаторов, интересная штука по поводу первого дня гран-при, то есть если вы дропаетесь до седьмого раунда и потом до девятого, вы получаете обычный ваучер на сайд-эвенты, где вы платите половину стоимости или сколько там, треть или четверть, то есть если для вас очки мераходца и просто опыт большого вента менее важный, чем value, то есть всякие разные плюшки, то не думайте долго, дропайтесь, когда уже вы понимаете, что у вас шансов на второй день никаких нет и записывайтесь на сайд-эвенты по выгодным ценам. Спасибо за этот совет. Давай непосредственно по истории, давай конкретно по раундам или по схемам, которые ты подготовил, было бы интересно узнать. Давай по порядку начинаю управлять, Саша сейчас будет все выставлять. вот, собственно, наша схема. А, вот сначала схема в плане архетипов. Да, 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 рассказывай, давай. Как там все было? Рассказывай, то есть энергия у нас разделяется на три части, Султай, 4С и Тимор. А дальше выгода того, чтобы играть Тимор энергии, то есть у нас лучше матч-ап с моноредом, в то время как у 4С там получается слишком много жадности, чтобы выигрывать соответственно Тимор и другую энергию. Султай по моим ощущениям должен вроде как выигрывать Тимор и моноред. Не беру сказать, как у него с 4С с контролями вроде бы как неплохо, но мне кажется какие-то другие агрессивные колоды или мидрейнджи на гифте или токена должны его переехать. Дальше у Б-контроля вроде бы должен быть плохой матч с моноредом, но тем не менее мне тиммейты говорили, что они моноредом проигрывали нескольким Б-контролем подряд. Увы, опрочь хорошо играет с трехцветной энергией, но проигрывает с трехцветной и проигрывает монореду, в то время как Джискай или Эспир солнца по идее имеют лучших шансов со всей красной агрой, но в то же премия скорее всего проигрывает каким-то из энергий. Дальше токены, кроме как УВ, то есть Абзан и Эспир не понравились тем, что несмотря на то, что они должны выигрывать по идее трехцветной энергии контролей, они жутко медленные и уходят в неумышленную ничью, гифты интересные, но тем не менее контролем они обычно проигрывают, у Бэмми Дрэндж в этом отношении лучше, потому что мне кажется у него все матчапы где-то 50 на 50, но все не ограничивается вот этими тремя, точнее четырьмя облачками, у нас есть разные интересные такие неортодоксальные решения как монобелый агро, ГВ агро, более медленные красные колоды, то есть вот как Бен Старк со второго места Атланты, то есть слегка замедленный монорет, который лучше играет с энергией, у нас есть различные варианты Гриксиса, Мидрэндж, Токены, Контроль, этот список даже не полный, то есть есть много разного и тут можно провести очень много стрелок, то есть исходя из местного известного локального метагейма. Нам бы как-то понять принцип возможно как камень-ножницы-бумага, то есть будет более понятно, и был ли некий идеальный выбор в это поле, потому что я конечно вижу здесь огромное количество вариантов, но типа 4 энергии, несколько красных, несколько контролей, несколько разных гифтей, кошки там прочее, все-таки как-то приблизительно хотя бы понять, был ли какой-то более-менее оптимальный выбор поля, возможно 60 или более процентов? Я бы не сказал, самых надежных нету, судя по тому, как играет и как в итоге выходит раздача, наверное синий белый гифт самый такой наверное стабильный надежный вариант, но тут нету такого карт-бланша, то есть все чему-то проигрывает, ты все равно каким-то матч-апами жертвуешь, трех-четырехсетная энергия это, конечно, самый такой надежный вариант, но если ты в итоге попадаешь на всякие разные матч-апы, то тут уже повезет, то есть энергия хороша, когда ты знаешь, что ты будешь там треть своего гран-при играть с такой колодой, треть подскажи тогда вот например как и большинство игроков я поехал на гран-при допустим я даже наиграл какое-то количество матчей Тимур энергии собственно самообычное услышав про то, что будет очень много Тимур энергии либо различных вариантов вообще можно ли сказать, что у Мирора есть преимущества ну то есть например Мирор Тимур энергии у них я просто не понимаю немножко может ты расскажешь 50 на 50 или все-таки там есть какая-то градация 60 на 40 в зависимости от карт в мейне от карт в сайдборде градации ну что могу сказать в основном это примерно одни и те же сборки трехцветка ну не настолько огромно отличается в плане количества карты четырехцветки но тем не менее влияние это очень сильно ну тут как сказать от переключения к трем цветам к четырем просто меняется твоя палитра по матчапам я бы не сказал что результат от этого напрямую зависит тут скорее от метагейма больше важно окей ну давай тогда непосредственно поближе наверное все-таки к твоей истории давай твой выбор с учетом вот ну вот этого графика или этой схемы да твой выбор относительно поля матчапы первый день матчапы второй я взял в контроль в солнце но после того как я понял какое количество энергии ожидается на самом гран-при я пересобрался в гибрид с дрейкейвенами с 2-2 токенами потому что гидеон мне на триалах совершенно не понравился я понял что нужен какой-то план получше и на первую игру и на игры после сайдборда потому что если первую мы можем банально на нашем основном плане выиграть то после сайда там начинается диск дисрапшн дискард руки мы боремся через миллион контурспелов миллион потому что даже если там раздадут два у нас проблемы мы решаем проблему существенно столе и если там вовремя раздадут хотя бы две отмены то у нас начинаются большие проблемы вот а дрейкейвен по сути против энергии решает очень много проблем по сути за счет кучи циклингов в колоде мы не уходим в минус по картам а в это же время мы делаем как бы board presence на столе то есть у нас эти токены которые летают блокируют все что угодно убивают мироходцев трейдятся с ущетами оппонент и так далее то есть война на ресурсы которые мы в конечном счете по идее выиграем если у нас остается один или два этих энчанмента на столе вот и плюс ко всему гораздо легче поставить трехмановый энчанмент в этих матчапах чем срезолвить и как-то прикрыть волшебство за семь ман вот и эта чарка мне показалась гораздо лучше чем синий пожог за три поскольку он конечно классный но чтобы он сделал то что нужно в конкретных матчапах опять же много планет должно как бы выстроиться в ряд так ну что ж какие что ты встречал в течение дня может по порядку там с первого по девятый записи свои немножко нам порассказываешь а что-то я не писал я примерно помню что я встречал встречал в первом дне второй день не смог у меня был один бай я встретил сколько три максимум четыре энергии я доиграл первый день до конца но я встретил четыре монореда и одни машинки и в общем-то это меня и погубило то есть отыграл посредственно где выигрывал это просто происходили какие-то чудо но в то же время те агрессивные матчапы которые я проигрывал это было из раздела поднять один аут из многого числа сверху колоды и в итоге ты получаешь либо больше земель либо недостаток земель в общем классическая магия то есть колоду винить сложно но вот мне кажется увэ циклинг улыновая сборка если брать общую статистику возможно даже лучше чем любая сборка колод на солнце то есть я рассчитывал играть больше против энергии но в итоге я получил пачку колод против которых я в ключевые моменты не мог поднять то что нужно это конечно звучит несколько глупо но тем не менее так вот оно все вышло да я понял слушай ну что ж это печально но это крупный турнир все таки на больших турнирах есть понятие дисперсии ты сам как доволен своим выбором на гран-при и ну насколько доволен скажем так да понятное дело что вот был такой момент элемент случайности который тебя покосил но все таки все таки контроль именно контроль в этой мете контроль идет хорошо их просто великое множество сборок даже в рамках просто увэ цветов сине-белых сплэш скорее всего необходим если пытаться идти без сплэша то скорее всего это эспер джискай мне просто не нравится мне кажется что красный цвет не дает этому архетипу в любой итерации того что нужно а пуш вроде как и выглядит сложнее и непонятнее чем молния но ты получаешь еще с карабея и сайдборды которые тоже тащат свои матчи то есть с черным сплэшем сайдборд мне кажется лучше чем с красным и пуш все таки стоит одну ману а не две но если думать только про два цвета то надо убирать солнце и уходить как бы полностью в циклинг окей слушай но я на самом деле именно с контролями не так ну сильно знаком просто я поиграл немножко против убэ контроля вот именно против солнца да а как тебе ну другие возможно варианты которых я не заметил пока что в твоей таблице какие-то комбо колоды но не гифты скажем на прошлом про туре была очень популярная ой на позапрошлом про туре была очень популярная колода на новых перспективах значит собственно опять-таки колод ну колод содержащие комбоэлементы вообще как она в этой мете ну если повезет если тебя не сгрызут очень быстро даже та же энергия которую можете раздать как бы тигра на второй и любой третий дроп и дальше гидру допустим или что-нибудь в этом роде если тебя не сгрызет это все то ты конечно можешь вытащить первую игру но после сайда допустим против того же султая против султая энергии ты будешь бодаться через все дюрессы через все негейты и так далее то есть то есть у таких колод есть вариант быстро выиграть первую в силу того что мейном не затячивается против таких колод да и вот вторую третью партию собственно все проигрывают из-за этих корцов но чаще все проигрывают потому что многие ленятся и не кладут нормальные альтернативные винкондишн в сайдборд те которые реально могут в одиночку вытащить игру халки и коты конечно классные но нужно что-то более альтимативное синий бажок классный но он делает свое дело все-таки в половине случая в то время как Дрейк Хейвен делает примерно то же самое но промежутки вот между там допустим третьим и шестым ходом он делает гораздо больше ну что ж ну в принципе по схеме все понятно что ты думаешь вот сейчас по итогам про тура по итогам гран-при варшава собственно да какой оптимальный выбор игрокам скажем так новичкам кто в принципе хочет собирать свой стандарт у них я так понял глаза разбегаются на самом деле когда они видят это огромное многообразие ну возможно что-то что-то новое или ну как какую-то забытую когда так забытое что-то какая-то идея со времен бунта я например хочу заново переосмыслить протестировать моносение резервуар несмотря на то что я тестил это какое-то время назад и мне не понравились игры игры против агрессивных колод в то время как против контроля было относительно неплохо я хочу придумать какой-то интересный билд на панхармоника ну на гармошке пытаться перекринжевать все четырехцветные энергии а так монобелые агро моночерные агро григсистоптеры которыми Веско играл и выигрывал и которые зашли в итоге в Шанхае относительно бюджетные колоды которые интересные оригинальные и тем менее способны я сейчас вот как раз просто недавно собрал свой билд колоды на марионетках тоже в грексе с цветах тоже с панхармониками удивительный артефакт который позволяет удваивать камзанто плей триггеры конечно и с главарями контрабандистов которые скрают и 1-4 погинят хиты которые против моноред достаточно неплохо себя чувствуют и просто камзанто плей триггеры того же самого гремлина который дает плюс 2 плюс 0 пробивной или девочки которые пингуют на 1 при входе артефакта с самой марионеткой естественно ну я имею ввиду хозяйка марионеток которая мне кажется я видел этот билд он интересный но колоды с марионетками они очень жадные то есть я бы их не настолько браво расчет потому что это даже не столько колода пассианс это столько колода где оппоненту раздали очень плохо и если собирать по такому принципу колоды идти на турниры то просто легче взять морду машинки и не пытаться разложить пассианс раз в то игр да морду машинки мне понравились конечно вот у нас часто ходят ребята и пилотируют различные виды морду машинок все таки колода очень устойчива в поле она не столько устойчива просто в отличие от монореда если брать матча против энергии ей легче пытаться как-то догринживать просто моноред даже после того как он сайдет там чандры иногда глори брингеров ему все равно тяжело в то время как в морду у них это такой более устойчивый старт и у них есть все таки пеналар который моноред иногда засайдывает просто у морду больше опций чтобы играть в мидрейнж банально я тебя понял слушай ну а скажем так ну вот в начале самого турнира стоя там на сайте как думаешь у тебя было все таки ну какое-то предположение может быть выстрел какой-то темной лошадки того что ты сейчас не учел в таблице что-то совершенно принципиально новое ну вот как ты только что рассказал про комбо-колоду на резервуаре или вот как я про марионеток ну то есть что-то совершенно ломающее этот стандарт не подходящее совершенно под эту схему было ли такое ощущение что может быть такая колода все-таки есть и она стрельнет или все-таки ну скажем так прагматизм жесткий одержал вверх и понятно было что просто просто по количеству тибур энергий в различных вариациях очень много зайдет топ-8 было более печально судя по триалам и судя по началу первого дня ощущение было что несмотря на то что я бы получил гораздо меньше удовольствия от игр мне стоило просто брать машинки и так скажем идти танком вместо того чтобы пытаться найти какую-то более сбалансированную сборку синий-белого контроля так у нас еще открытые парочку моментов именно с записью игр это Атланта с какой начинаем с Атланты или да они оба из Атланты да они оба из Атланты один это Б контроль синий черный против Эспер Солнца а другой это по-моему одна игра из финала того же Эспер Солнца против более медленного монореда да ну что же давай посмотрим что же именно конкретно почему выделил именно эту партию и на что же нам смотреть куда показывай нам в первых ходах мы сразу это не увидим видимо если он начал третью партию то есть он проиграл предыдущую соответственно смог отконтрить Сёрдж то есть Асканту понятное дело что оба билда играют в другое достаточно много это последняя третья игра пытается пропихнуть Pull From Tomorrow в конце пятого хода который контрит с цензором очень так это цинично передали ход да играют в другое тут на самом деле будет и будут интересности вот это просто когда играешь с солнцем в метагейме больше всего волнуешься насчёт матчапа с другими контролями если ты примерно понимаешь какие раздачи тебе нужны против агрессивных колод и мидрейнджи то вот против контролей тут всё гораздо сложнее то есть тут я так понимаю а да и был Supreme Will в режиме импульса чтобы что-то откопать не так прямо вижу что взяли руины со стороны УБ контроля вовсю защищая свою руку против Дюреса Дисалаум контрит видимо пытается сохранить аппроуч а насколько я помню эта игра примечательна в основном тем что здесь показывается такой хороший пример гриндинга пусть это даже после сайда но здесь мы можем видеть как правильно играть с солнцем против других контролей в том числе мирора то есть зеркальные матчапы так мне кажется это был да это был в конце хода опт дальше был глимер который ну контрить по-моему на данном этапе мало смысла да это реплей кажется в убыстренном режиме то есть сокращенном поскольку не самый динамичный матчап по крайней мере халл в конце хода скорее всего за каким-то добором идет опт за джейдж дефит просто по контрасине защищает десалам что собственно не трагедия то есть в этом матче важна игра ресурсов то есть тут можно как бы использовать в том числе и хиты как ресурс то есть уходить в минорные хиты потому что помимо прочего солнце могут как бы догениться дополнительно 7 хитов самого солнца с первого розыгрыша вот и главное просто не уйти в минус по картам то есть первый как солнце контрить практически бесполезно можно исходя из руки но мы видим что у бэк контроля не так все прям шоколадно чтобы тратить критичный контрспел в это говорит я так понимаю эллиминейшн в подтяг двух в общем тут борьба ресурсов кто больше сможет контрров поднять и так далее но из важного в этой игре это в каком темпе и в какой степени жадности ты на все реагируешь то есть не нужно торопиться не нужно запрещать контрить все подряд не нужно затапываться сильно на нос в ход тем не менее не нужно бояться что-то важное разыграть потому что это значит что на следующий важный спел оппонента будет на один меньше ответа вот допустим Халка кто-то мог бы побояться на данном этапе сыграть чтобы сказать какой-нибудь про дров или контру то есть я так понимаю да Халк со стороны УБ бежал в атаку в ответ свой Халк целял Джейс с по контрить с спел в ответ в раз с контемпт чтобы убрать Халка с дороги и с одной стороны кто-то может подумать что тут стоит бороться но с другой стороны даже есть какой-то контр ответ он просто принять пять повреждений и продолжать уже далее борьбу с большим количеством маны. Просто в то время, как против Монореда Солнце банально пытается выжить до сайда и после сайдборда просто весь возможный лайфгейн, весь возможный ремоуэлл и так далее. Против Тимур Энергии все примерно в том же стиле, просто надо опасаться их контратрилетов. Но вот против контролей тут нужно понимать когда и что говорить, насколько можно затапываться, что разрешать, сколько урона проносить от тех же халков, от скоробеев и так далее. То есть важно понимать как перегринживать, как расходовать свои ресурсы представляя, что и сколько у оппонента. Ну, я думаю тут примерно ясно, насколько я помню, Солнце в итоге выигрывают банально, потому что они имеют большее количество угроз в колоде по сравнению с УБ. Вот. Мы можем теперь перейти к второй игре финала Гран-при Атланты у СПР Солнца против Монореда, против Бена Старка. Да, это очень сильная игра, я ее наблюдал тоже, мне очень понравилась собственно и игра сама, и вот этот вот матчап Моноред против, ну, скорость против контроля. То есть первую игру СПР проиграл тогда банально, потому что Моноред раздал себе агрессивную сдачу, где СПР просто, по-моему, не успел на дроби, а здесь вторую игру СПР начинает и плюс у этого Монореда гораздо медленная сдача, то есть банально нет первого дропа, в которых в этой сборке банально мало, Lightning Strike болт в лицо, который на этой ступени несущественен, Сенсор Контрит Динозаврика по кривой, дальше Хазаред, вот, кстати, вот здесь важный момент, у Бена много карт, то есть первая не контриться, первая, говорится, кастаут, потому что это главная карта против именно Хазаред, то есть все остальное можно, по крайней мере, решить в разном. Да, вот здесь вот самые, наверное, интересные моменты именно этой игры, вместо того, чтобы контрить или оставлять Ману на еще одно кольцо под Хазаред, он в итоге говорит Глимер, чтобы собрать хорошую руку, потому что он, мне кажется, понял, что у него здесь окно, плюс у Бена на тот момент было достаточно много карт на руке, он бы просто не успевал бы ее раскастовать, плюс учитывая его медленную сборку самого архетипа. Дальше Халк просто дрогает больше карт. То есть мне нравится эта игра тем, что Алекс чувствует, где у него есть ходы, возможность, чтобы просто собрать качественную руку с ответами против всего того, что Бен может ему предустоять. И здесь он, смотри, даже не думает про контри, про ремовал, про кастаут, про то, чтобы заклицевать козарет. Он переходит наступление, он переходит наступление, но это правильная же игра на самом деле. Да, он чувствует инициативу, чувствует момент, когда ему надо просто брать быка за рога, и если Монорад не отвечает на эти все угрозы, то он просто не успеет никогда. Вторые кошки и все, это уже партия, по-моему. То есть он понимал, когда надо действовать. Вот этим примечательна эта игра. Он понимал, когда надо переходить от реакции к активности. Но это же здорово, это на самом деле еще раз доказывает то, что никогда не надо, ну, грубо говоря, если Апайнт играет сверхагрессивной колодой, никогда не надо забывать, что можно этот агрессивный план переагрить. Просто разыграв свою карту иначе. Да, это просто ты считаешь, играешь в уме в такую ментальную магию, что, когда происходит, сколько, на что нужны маны и так далее, сколько хитов. Просто когда ты играешь против агрессивных колодок, надо знать, какие там карты, когда что выставляется. То есть тогда ты можешь просчитать, сколько ходов у тебя есть и что на каждом ходу он, по идее, может осуществить, сколько потенциальных повреждений это означает. Да, ну, мне просто понравилась эта игра, потому что тут такие интересные моменты были в плане того, как играть эти матчапы. Дальше мы знаем, что Испер в итоге затащит эту третью игру и выиграет гран-при. Мне вот интересно теперь послушать щетку. насколько Евгений согласен с рулеткой в плане матчапов по метагейму формата. Открой, пожалуйста, еще раз схему, пожалуйста, Женя, еще раз ее изучат. Здесь без стрелочек, но я объяснял, что от чем вытекает, то есть Тимор классика лучше борется с монородом, 4С лучше борется с другой энергии, трехцветный approach и какой-то контроль. У тебя же точнее вопрос насчет именно рулетки, просто даже мне сейчас стало непонятно. Да, вот как он оценивает, как он высчитывает, какая колода лучше в филде? Какая у него математика? У меня нет математики, лучшая колода в филде это четырехцветная энергия с глубоким черным. Эта колода вообще не имеет плохих матчапов во всем филде и проигрывает только своим раздачам. Иногда это наличие четырех цветов в колоде, иногда это банальный филд. все. Я принимаю ответ. Теперь господин ведущий пусть задаст вопрос на таку в плане того, какое у него имеется обоснование, кроме того, что у колоды нет слабых матчапов, то есть как вот происходит игра с основной пятеркой? Смотри, с трехцветной энергии базовым Тимуром мы имеем хороший матч за счет того, что у нас есть боги в мыне, с контрольными колодами мы имеем хороший матч за счет того, что меняем в мыне котиков на сифонеров. То есть адвантаж, который мы получаем с сифонера просто неимоверный. И если раньше сифонера использовали хорошее использование сифонера считалось черная мана плюс хаб и сифонера и на третий ход мы можем с него дроваться, то в таком билде у нас добавляется дополнительная раздача, когда на первый ход мы говорим о тюн, получаем энергию, на второй ход уже без хаба спокойно используем сифонера и можем дроваться на третий с него. То есть в режиме султая больше больших угрож? В режиме султая но мы имеем виртуозов за счет красного сплэша, которые тоже шикарно играют против контролей. Что с агрой? И что с гифтами и стакенами? С агрой? Давайте по порядку, по порядку. То есть монорет, морду, монобэ, бэр. Вот вот эта группа. во всей этой группе примерно одинаковые преимущества этой колоды. В отличие от стандартного Тимура мы играем в 10 карт ремувала, 8 из которых очень ранее. Это фатал пуши и харднесс лайтинги. То есть султая энергия имеет только пуши, не имеет лайтингов, Тимур энергия имеет только лайтинги, не имеет пуши. Мы играем и тем и другим, что позволяет отбиться от ранней агрессии очень эффективно. Доступ к врагу контемнентам позволяет нам бороться с хазарет, с чужими богами, ну это в случае Тимура энергии со сплэшем в черной или у бэ контроля, да, плюс глубокий черный в сайдборде позволяет нам играть такой карточкой как Gifted Everborn, то есть 2-3 Lifelink Destach шикарно играет против Monored того же. Теперь против гифтов и всех токенов. У нас Abzan токены, есть Esper токены, Midrange. А у B Midrange напомни, что там за токены? Там нет что-то среднее между гифтами и UB контролем. А, то есть он ставит бога и начинает плодить, да, вот зомбаков таких? Ну это просто такой более интерактивный, более midrange контроль. Если рассматривать лист, который играл я в Варшаву, гифты играются хуже, чем у базовой тему энергии, потому что в 75 картах не было ни одного апрейда, но в мейне были враски, которые могут ломать артефакт, соответственно, могут сломать трон и выиграть игру. В сайде без апрейдов был доступ к зеленым без энчантов. Которые генят девяносы? Вот эти трехмоновые? Да. Ну, то есть, если рассматривать матч конкретно гифтами, то нет разницы, за сколько ты ломаешь артефакт за две или за три маны. Если рассматривать матч с машинками, то два хита это... Подожди, а за две это что, напомню? Абрейд. А, он только артефакт ломает. Не, нет, просто у меня в автомате было, когда звучит дезенчант, это предоставить артефакт или энчант. То есть, это такого трехмоновые с токенами довольно-таки плохой мейном, потому что у всех видов энергии плохой матч с токенами, ради этого колода, собственно, и создавалась. Но после сайда к мейновым в раскам ты добавляешь комплект негейтов, комплект дюресов, да, дезенчанты, и без такого энчанта как процессия токены превращаются в очень слабый набор карт. Окей, принято, с вами был чемпион России 2016 года. Выиграл машинками. 17-го, 17-го, который выиграл машинками, не надо. 17-го, 16-го. Ну так же становится прошлогодними чемпионами, как только на календаре просто вырывают этот 17-й год, это, знаешь, как прошлогодний хребт. Слушай, а что насчет этих рандомных колод, вот я вижу здесь, ну, не здесь конкретно в таблице, но, допустим, как себя 4C, есть ли колода анти-4C, вот это вопрос уже не больше чем Арна, вот прям вот создано против 4C, или таких еще нет, не придумано? Скорее всего нет, потому что 4C позволяет играть себе лучшими карточками формата, есть колоды, с которыми не очень хороший матч до Сайда, это те же токены, это тот же OV-approach, но все эти колоды хорошо играют первую игру со всеми видами энергии. Ну, вот я смотрю просто количество. Заметьте, у нас второе место Варшавы и Illuminati confirmed. Это кто? Я не вижу. Подстроечка наша любимая, топ-карта. А, Тюнг Эйда. Не, посмотри, второе место Варшавы. Так я вижу, Гран-при Варшавы, второе место, Тимон Энергия. Имя, имя. Illuminati confirmed. Чего? Валерию Illuminati? Да. Illuminati Валерию, ну да, наверное. Жан-Эммануэль Дипо, ну, Варшава. Мне вот больше нравится вот это вот пятое место, Саша Паривалов 200 онлайн прайс, его колода не самая дорогая. Оценили всего лишь 222 тика. Ну, конечно, судя по тому, что мы видим раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь карт, все присутствуют, девять карт, десять карт, все десять карт присутствуют в Энергии. Вообще все действуют. Ни одной нормальной карты, то есть другой какой-либо, я не вижу. Откройте восьмое место, Дехлист. Давай посмотрим на Султай Памилер. Да, вот Султай Памилер это открытие, я считаю, ну, то есть Памилер с без красного, но с синим это очень интересно. Сейчас, подожди, перед тем, как-то ты немножечко ее сам расскажешь. Я, вот вопрос Жени сразу же. Жень, ты мне рассказывал про то, что вот эстонская команда и как бы приехали вот этим вот, да, и я тебя спрашиваю еще отдельно, это прикол такой, то, что я читал в интернете насчет того, что человек не тестился или прочее. Но понятное дело, что на такого уровня турнирах, когда едут, я прекрасно понимаю, как вы готовитесь, я прекрасно понимаю, как готовятся другие команды, то, что это труд, и труд этот, ну, не самый, скажем так, из легких, потому что помимо наигрыша матчей против других, кого-то нужно заложиться, понять эти 15 карт, как-то что-то поменять. Но все-таки, вот именно эта сборка, что же в ней такого взрывного, что же она такого сделала? Или это заход рук такой, или это просто очень хорошая сборка Памилера? Это просто очень хорошая сборка, я на нее смотрел, и как человек, который в последнее время играет и УГ, и Инфектом, в Легасе, и в Модерне, я понимаю, что мне здесь нравится все. Вот. И то есть здесь сайдборд против Монореда, против Контролей, а против Мидрэнджа у нас как бы и так все неплохо, то есть мы притворяемся энергией, а в тот момент, когда там расслабляют пятую точку, мы просто наваливаем, накачиваем и устраиваем просто полное непотребство и пяшку, и просто за пару атак выносим, и несмотря на то, что кажется, что тут просто четыре дефянса защищают главные планы колоды спаммера, тут есть на самом деле еще защита за одну, то есть дайв даун, который по сути ведет себя как пятая, шестая копия Блоссмен Дефенса, несмотря на то, что он не качает, но тем не менее он защищает в том числе паммера от всяких шоков, лайтнин-страйков, апрейдов и так далее, вот, а картош позволяет давать эвэйжен меня больше интересует на самом деле синглтон, не, картош сайтбордит паммер, меня больше интересует синглтончик, эшчак, который дает полет, я немного не понимаю, почему синглтон, потому что это пятая картош, четыре картош и так в мине, это по сути пятый картош, да, вешается такого-то исключительно на паммера, да, все, ну и старается, в основном паммер, да, это все равно что играет инфектор, на самом деле нет, гидро под картош выигрывал намного больше им игр, чем и оскаченный палмер, котик, второй ход, третий ход котик взлетел, это тоже довольно-таки сильный заход, который проблем оставит для многих колод, а еще на треть ход остается банка на прикрышку, да, естественно, это супер, знаете, как у нас дети паммера называют, неполиткорректно совсем, ашот ваншот, ашот ваншот, нормально, если серьезно, меня удивило именно сборка синим, дело в том, что здесь, в мете, который я привык видеть, то есть стандарт, и новичковый может быть стандарт, все-таки очень популярен, очень популярен, билд все-таки с красным цветом, где есть такие карты, швырок, где есть такие карты, как обрейт, молния, то есть все, что дает и дополнительную энергию паммеру, и немножко защищает, как-то, но синим для меня это было действительно откровение, ну прям, то есть неужели такая сборка возможна? Шесть контрок против контролей. Да, не гейты и спалл пирса, ну конечно переиздание спалл пирса это супер, это очень хорошая новость для стандарта, хотя не всем он нравится, скажем так, но вот он вернулся в стандарт, когда там тоже был стандартом, контролей, конечно, с него вешаются. Контры против контроля и эти слоники и черные картоши против агрей. Когда давным-давно, когда был про-тур Аманхэт, по-моему, я попробовал сбор... А, про-тур Часное Звушение, где было очень много моноредов, я собрал монореды и мы играли геймдэя, он как раз геймдэй после про-тур, да? Был, по старым правилам. Он был после про-тур и как раз я взял моноред, мы как раз его собрали, я такой, прихожу на турнир, у меня лучшая колода формата, я сейчас их нажахаю и мне просто три подряд моноблэк зомби, которые все, все играют мейновыми по три картуши черных просто показали, что сам, хоть и самая лучшая колода моноред, но если против нее заточиться даже мейном, а, еще четвертый в сайде, ну то есть можно ее обыгрывать очень спокойно, то есть я к тому говорю, то что никогда не обращайте внимания на то, что вы играете против, так называемой лучшей колоды формата, все, как я сейчас показываю, всегда возможность есть заложиться и улучшить матч против такого рода кого-то. Расскажи, пожалуйста, насколько вот в этом билде именно синий-зеленый интересны пустыни, потому что я их очень редко вижу, зеленые именно пустыни, я их больше видел в какой-то, значит, больше в колодах рамп, рамп. Смотри, тебе не нужно тратить спелл, ты качаешь свою памеллер на 3, то есть у тебя памеллер 4, с энергией он становится, с энергией с удвоением он уже становится восьмой, вот. Нет, плюсы я понимаю, я просто вот насколько именно этот источник неплох в этой, именно в этой экологии. Ну, представь это вот как в каком-нибудь БГ-роке, начиная от экстендера, заканчивая модерном, всякие 3-то пилотч и так далее. Насчет запасного плана в плане Гидры в этой деке и того, что Гидра под картушем и так далее вытаскивал игры, это мне напомнило одну игру на сайд-эвенсе в той же Варшаве в воскресенье, когда играл модерным УГ-инфектом, где в итоге убил оппонента без яда, просто обычным комбо-дэмэджем, где я ставил руку против банд духов без существенных эффектом на стартовой руке, просто сказал на ходе, по-моему, Нобла, дальше на второй ход проатаковал на 1, дальше после пары фетчик и шоков до оппонента было 15, и где-то на третий-четвертый ход я в мейн-фазе говорю кросс, то есть Нобл дальше идет в атаку на 5, в респонс получаю компани, который флипает двух существ, оппонент говорит, я не буду блокировать, я в респонс ликую собственно и взрываю феечку, говорю плюс 4, плюс 4, плюс 4, плюс 2 с мотогени грофа, то есть 2 грандсуэла с лэндфолом и мотогени грофа, и укатываю ровно на 15, просто обычным комбо дэмпшем, потому что квэф пожарничал, не стал блокировать, это вот... тоже срабатывает. К вопросу про то, что гидра с полетом как бы упарывает людей. Ну, на этом, наверное, все, давайте прощаться, подвезем какие-то итоги уже. всем пока-пока, до новых встреч в Чифире, до свидания. Всего доброго. Да, спасибо тебе большое, Арн, мне очень приятно было с тобой это дело пообсуждать. Ну что, ребят, в принципе, мы немножко пообсуждали, значит, проанализировали, но, грубо говоря, такой, как засилий Тимур Энергии, ну и вообще Тимуру, да, в этой мете обусловлено тем, что они просто получается популярны и могут нормально себя чувствовать в этой мете. Мне очень понравилось, как Женя рассказывал про глубокие черные, то, что вот эти вот буги, враски, враска, презрение враски, то есть выход вот в черный цвет, который дает нам пуши, дает нам очень неплохую устойчивость там ремуала или там агроплана там, да, через бон. Очень интересная колода, насколько она сложна в пилотировании? Ну, грубо говоря, там можно прощать, наверное, ошибки, ну, там не то нашел, не то не то, что-то, ошибки четыре цвета. Ну, бывают ситуации, когда неверный ландерок на первый ход стоит вам партии, но... Я думаю, в каждой колоде такое бывает. Не, в моноцветной колоде вряд ли такое произойдет. В моноцветной колоде ты поставишь земель, кто пинганет, или в молодой особой разницы нет? Не, ну, колода, я бы сказал, что средняя по уровню сложности. Она сложнее, чем трехцветный Тимур сложнее, моноред, но проще уб-контроля, например. Его уб-контроль очень сложный на одного игрока, который до сих пор его все еще варит. Скоро третий сет выходит, он все еще варит, он все еще варит, этот уб-контроль непобедимый. Вот, ну, в общем-то, а как смотрит себя вот, есть же темная лошадка все-таки про тура, да, вампиры, моно-белые, то есть, если я правильно понял, игроки, которые ими играли, сыграли не очень хорошо драфты, но при этом швейцарку, именно стандарт, они прошли неплохо, то есть, колода-то, она вообще моноцветная, и плюс не самая дорогая, то есть, что является, в принципе, для большинства игроков магии, не компейс, я считаю так, те, кто только осваивает этот формат, один из определяющих факторов. Ну, по поводу этой колоды я затруднюсь ответить прям с полной уверенностью, потому что мы не рассматривали ее как чайс никогда, и, соответственно, не тестили ее, но... Сейчас попытаемся найти, показать, еще выше. Я боюсь, ее здесь нет, а здесь есть. Я представляю, что... Колода, которая 9.1 сыграла про тур, как ее может не быть, тут. Давайте посмотрим. У меня случился мулякер, который здесь. То есть она бюджетная и достаточно... Ну, как же, это же колода на вампира. Колода на вампира. Иначе ты можешь назвать вампира и все вампиры будут чуть больше. Давайте посмотрим мейн, в принципе, тут все, и так, правда, плыльны как-то очень странно раскиданы. Такое ощущение, что это прокси, четвертая карта ангела и четвертого вампира. Вот. Моноколода. И моноколода, которая себя очень хорошо чувствует в мете. Я вижу металлик-мимика и сразу же у меня ассоциация с зомбаками. Время на Манхэтта. Самое лучшее существо в этой колодии это Аданта Вангард. Существует 3-1 за две маны, которые получают неуничтожимость за ваши хиты, которые при игре этой колодии не являются особо важным ресурсом. То есть парень себя чувствует уверен даже постоянно получает индустрахт каждый ход и суть. Постоянно. Очень отвратительное существо. Не пойму, что мы бринкаем. И что мы возвращаем в руку этой женщине. Мы возвращаем парня, которые ищут других парней, которые с собой заходят под мимиком с жетоном еще ниже. Не очень нужно возвращать парня, которые по-моему ничего вообще. Подожди, а где еще существа? Это все существа, которые есть? Давай вот так вот сейчас откроем визуально. Давай кричис. Два таких, четыре от Данта. Этот парень механик нужен тут не для того, чтобы... мило? Нет, он нужен не для того, чтобы кого-то возвращать, он нужен для того, чтобы больше раз стригерить белый монумент. Возвращая любой второй дроп, вы за счет белого монумента за две-три маны получаете два-три лишних токена. Плюс один. Как минимум, плюс один токен. Это важно. Ты флипаешь достаточно быстро легион. У тебя не плюс один токен, а у тебя плюс два токена. Первый за то, что он вышел. Второй за то, что он за механикой. Другой за то, что он за механикой. Да, согласен. Это да, это очень интересно. Вот, например, вполне бюджетно и на протуре отыграл вполне себе, да? То есть, это то ли пилот, то ли еще. Вот мы смотрим на цену колоды Пейтер. Не, ну, к такой колоде были абсолютно не готовы на протуре. Это была находка протура, скажем так. То есть, многие люди, играя практически просто не понимали, что надо делать. И, например, в сайде у этой колоды есть целых четыре копии Даскдауна. И даже по прошествии протура в интервью Александр Привалов на вопрос лучшей карточки сайдборда сказал, однозначно ответил, что это именно Даскдаун. Она отлично работает против энергосодержащих колод, где практически все существа будут попадать под его ограничения. но при этом в этой колоде как в машинках вы не играете с существами, которые умрут от этого одностороннего вроса. Ну, в сайде я там видел этих самых инициатов, которые триадинцы. Это против разных колод. Ну, скорее всего так, это сайд от одно всесторонний сайд. Даскдаун это карта против энергии, а инициат все-таки больше монореза. Ну, и вообще других агроколодов. Да, как вообще у нее матчап с монорезом или с агроколодом? Она может их переагрить? Ну, я думаю, что... Я думаю, что по результату трех прошедших ГП, если мы не видели вариацию этой колоды в топ-16 ни на одном ГП, видимо, у нее есть серьезные проблемы. Я думаю, что серьезные проблемы для такой колоды составляют все контроли, где любой свипер, масс-ремовал откатывает вас в каменный век, и вы ничего с этим не можете сделать в этих цветах. Я думаю, энергия все равно имеет неплохие шансы порейсить, вас защищать за счет виртуоза того же самого, и атакуя по воздуху драконом, очень легко сведет игру в свою пользу. Но приглядитесь все равно, очень интересная колода, интересная сборка. Как минимум на ГП Варшава эта колода получила некоторое логическое продолжение в виде ГВ-агро. Я посмотрю. По стандарту ищем ГВ-цвета грин-вайт-агро. Вот она. И колода. Это оно? Да, да, да. Это оно, скорее всего. Слушай, очень интересно. Я думал, пошире я не увижу никогда в стандарте. Однако нет, вот она собственной персоной. И Гидеона в сайдборде, и парня, который геймит хиты, и, естественно, Heroical Intervention в сайдборде. И, о господи, здесь мы видим за одну зелененькую плюс-экстрэмпл по количеству существ. Это одна из основной карты, для чего колода перешла в два цвета. Мне казалось, больше вот такие вот, которые тапают, которых я не увидел вести вампиров. Все-таки Кинхайз и Санвинка не достаточно. Нет, как показала практика, в предыдущем стандарте у нас была талия еретик, и 3-2 фест-страйк намного лучше, чем 2-3 флайер. Ну, талия все-таки она еще земелька на что-то делала, это только существование. Даже если бы она ничего не делала с землями, статы и статабилити были намного лучше. А что за странный ремувал в сайдборде, я вижу, это же выстрел небесного китобоя, одна из первых пиков обычно в драфтах Каладеша, вот я по картинке узнал, чтобы знакомый. Я думаю, что это лучший ответ на Глори Брингера в этих цветах. Просто карта, которая стоит 1 цент онлайн, да, то есть это самая дешевая карта ремувал, которая еще в стандарте. Закупайте. Удивительно, да, удивительно, что она сюда попала. То есть и это логическое продолжение, и как оно себя показало, где мои уигры в топ-16 я не видел просто листы этого, может не смотрел я затруднюсь так сходу ответить, насколько высоко эта колода забралась по итогам трех ГП, но точно знаю, что в Варшаве все российские игроки, которые первый день шли Х0 какое-то время, 6-0, 7-0, 5-0, все, кроме Александра Привалова, который закончил 9 на первый день, споткнулись именно от такой колоду. То есть где-то там на высоких столах. Несколько туров подряд на высоких столах, да, сначала один, потом второй российские игроки проигрывали свой undefeated статус именно такой колоде. с ней были готовы. Вообще на самом деле удивительные цвета, ну вы посмотрите какая няшечка, 119 долларов, 57 теков, если собирать онлайн, и при этом все так сочетается, это же почти любимые многими кошки. О да! То есть я не вижу здесь главаря прайда, здесь есть другие рарные кошки. Да, здесь кошки даблстрайк, кошки мифические, это вообще удивительно. Откопанная кошка с даблстрайком на следующий ход получившая плюс x плюс x трэмпл и флешбек этой карты затапал двух блокеров заканчивает игру. Ну это уже не важно, что она бдительная, потому что ты выиграл. А, ну да, она бежит наверное десятая даблстрайк с даблстрайком и трэмплом. А ты лишаешься двух блокеров. Да, интересно. А вот скажи пожалуйста, в сайтборде я там увидел карточку подистроить всей перманентной онлайн. Насколько она вообще актуальна сейчас и что это против токенов? Потому что против монарды я не видел эту карточку, а против чего она у нас неизвестно. неизвестно. Я бы сказал, что такая карта в одиночку выигрывает у токен колод, который... Это понятно, да. И помимо нее в сайде лежат еще фумигейт, я думаю, что это сплит-карт против той же тимур-энергии. А тимур-энергия напрягает, да? Тимур-энергия она так же напрягает, как в фумигейт. Но еще она полезна против тех же машинок, да. То есть в машинках главная угроза это будут сердца Кирана и чужие Харвестеры, которые не умирают от фумигейта. Но то есть вот эта ГВ-колода испытывает явно большие проблемы с атаками по воздуху. Хотя очень странно. Обычно обилка Ричи это обилка иного света. Ну, к сожалению, нет хороших существ с Ричем, которые вписались в эту стратегию. Да, только отрасивалась и Шкана она бы неплохо бы зашла. Как раз она давала бы за 5 ман целых 4 существ и все свечи. И все свечи. Понимаешь, как играли бы ротация и Шкана была, она останавливала достаточно. Ну, если успевала ухать на 5 ману. То есть, я думаю, эта колода может позволить себе увеличить количество перманентов до 10 за счет своих ресурсов, чтобы сказать в раз, ну, вот этот белый час за 3 маны. И просто потом использовать эмбаум своих существ. Да, это хороший план. Даже кошка с дабл-страйком и зеленая кенра. Да и как раз в своем моменте уже есть ресурсы, чтобы эмбаум идти и чувствовать себя достаточно спокойно. Да, это здорово, это неплохо. Но, тем не менее, видим, что Тимур энергия. У нас по всем статистикам... Тимур, Монарен, Султай и 4-0. Ну, все энергии колоды можно рассматривать в целом как в одном комплексе. И тогда эта цифра превращается в какие-то ужасающие близкие к 50% метагеймы. Даже выше, я думаю, 60%. Нет, чуть-чуть поменьше. Но, опять же, смотреть на статистику Мадо сейчас совсем некорректно из-за того, что Wizard'a поменяли алгоритм отбора колод для показа после Delica. Как он? Что теперь показывает? Теперь с каждого Delica они показывают всего 5 колод, причем во всех этих 5 колодах должны отличаться карты на сколько-то то ли копий, то ли процентов. То есть у тебя даже если выиграло 50 Тимур энергии, в выборке 5-0 тебе покажу только одно, да, и 4 остальных должны будут отличаться. Поэтому даже при если мы при таких при таком алгоритме видим 30-30 с лишним процентов Тимур энергии, их настоящее число просто ужасающее. Хватит это терпеть. Друзья, собирайте интересные колоды, приходите в свои геймшопы и проигрывайте Тимур энергии. Или выигрывайте Тимур энергии. Как повезет. Ну что, мы на самом деле пообсуждали то, что нужно посмотрели. Всем спасибо большое. Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь, если вам понравилось, пишите свои комментарии, если хотите больше и более частых таких разборов. Если не понравилось, то ничего не пишите. Нас это не устроит. Такой ответ нас не устроит. Можно поставить дизлайку? Можно. Напишите дизподписку. Напишите, вызовите нас на рэп-баттл и мы на него не придем. Друзья, всего доброго. Подписывайтесь на нас в ютубе, в контакте и в инстаграме. Мы обязательно заведем. Всего доброго. С вами были на телемосту Москва- Финляндия. Друзья, всем спасибо. Всем пока.